Добренькое утро, дорогие друзья! С вами по-прежнему с утра Эдуард Петер и фирма Петерсон. Время 8 утра. Сейчас придет у меня клиент через час, принесет ювелирные изделия, буду фотографировать. Принесли опять эти ракетки и идет косметика сегодня по почте. В общем, маленький завал и поэтому я хочу с вами сегодня быстренько сделать такой простенький натюрмортик на пасхальную схему, но в этот раз уже в таком растекальном стиле. Я подготовил доску и вы помните, да, как выглядит золотое сечение, вот в этой улиточной форме. Вот так она выглядит. И вот сегодня простыми средствами, то есть у меня есть коричневые яйца, аички, потом есть желтые тюльпаны, вестники, разлупки. Как вспомню, это королева, которая в тапочках приплясывала и повторяла что-то с этими звездами. Раньше у нас не принято это было. Дочь моя была фанаткой. Ну ладно. Так, короче, что нам потребуется еще? Сено. У меня это сено, уже все рассыпалось, но тем не менее. И что я сегодня еще вам предложу. Я постараюсь не всю свою артиллерию использовать, а использовать всего два источника света и фотошоп. Я вам покажу, как можно добиться акцентов, не имея, скажем так, разнообразных источников света и в то же время получить хорошую картинку. Так. Все. Болтать закончили. Пошли работать. После гнезда нам надо разводить аутчики. Так. Причем так постараться, чтобы не было тут этих знаков различия. Можно, конечно, убирать в фотошопе, но, знаете, зачем себе лишнюю работу делать, когда можно это сразу же. Ну вот так расположим. И теперь возьмем три цветочка и положим их вот так по диагонали. Ну вот. Все поставили. Схема у меня простая. Справа и слева стоят два софтбокса. Все. Ну вот. А теперь уже будем снимать. Ну вот. А теперь пойдемте в фотошоп. Итак. Так как мы не делали никаких акцентов на месте, то мы сейчас это сделаем в фотошопе. Мы видим, что так это, в общем-то, ну немножко скучновато без акцентов. Сейчас мы сделаем их. Мы возьмем корректирующую кисть. Возьмем освещение. И отдадим его вот отсюда. Вот так. Это будет уже совсем другое дело. Так. А по краям сделаем винетирование. Для этого кликнем на новое. Сделаем побольше даже. Так. Новое я сказал. Новое. Вот так. Чуть-чуть. Минеточку сделаем. Вот так. Да. Сильно не увлекаемся. Так. Идем обратно. И теперь посмотрим, что у нас с температурой. Все нормально у нас. И, возможно, чуть-чуть поднять нам свет придется. Но не сильно. Вот таким образом. Открываем. И я уже вижу, что нам придется немножко корректировать. Для того, чтобы попасть по этому сечению. Вот так. То есть мы сейчас просто-напросто чуть-чуть опустим сюда. Вот так. И теперь возьмем, найдем в интернете где-нибудь. Вот она, по-моему, где график скопировали. Сюда его заведем. Вот он. Так. Увеличил. Смотрим. Да. Все. Все вписалось хорошо. И последнее, что мы можем сделать. Выбрать вот так. И сразу обрезать. Все. У нас получился, ну, полный, полный фибоначчи и полно уравновешенное по золотому сечению. Но. И вот смотрите, как гармонично все это у нас смотрится. Сейчас я. Видите. Все. Все. То есть числа, естественно, работают. Так. Сейчас вот лишнее отрели. Так. Вот. Теперь давайте вот посмотрим на полный экран. И мы видим, что да, все лежит правильно. Все уравновешено. И практически как бы ничего больше не надо. Но. То есть мы с задачкой справились. Но дело в том, что во время фибоначчи не было стоков. И он не мог предположить, что тут немножко другие требования. И поэтому я сейчас сделаю то, как я предполагал это стоку представить. Вот таким образом. Потому что вполне возможно, что здесь дизайнер напишет какие-то слова. И таким образом все это встанет и в ту самую схему. Ну а пока вот я хотел бы это оставить так. Так. На часах девять. То есть за один час мы с вами создали совсем неплохую картинку. Вот такой. На мой взгляд абсолютно рустикальный такой стиль. И посмотрим, будет ли он более востребован, чем мои Зюси Пуси. Кстати, о Зюси Пусях. Видите, у меня появился на столе новый персонаж. Сейчас познакомлю поближе. Вот. Это такая улыбающаяся овца. Я давно такую искал. И вчера недавно, вернее случайно обнаружил в одном из недорогих магазинов. И она у меня, в общем-то, будет служить в основном тягловым животным. Как? Увидите. Я хочу перед тем, как с вами попрощаться, еще сказать следующее. Что вы молодцы. Вы начали чаще ходить, я вижу, в группу смотреть работы. Вы начали выставлять свои работы. Очень неплохие, на мой взгляд. И я бы хотел, чтобы это продолжилось. Потому что сейчас у меня наступают, как я вам уже говорил, трудные времена. Вот сейчас клиент придет, потом и так далее. И в пятницу до понедельника меня вообще не будет. Я уезжаю к своему внуку, ему год. Поедем праздновать, везем подарки. И он начал ходить. Большое дело для маленького человечка. И поэтому я вам скажу так, что готовьтесь. Продолжайте свои эксперименты. И я вам посоветую. Потому что на следующей неделе я буду очень много работать с большим, с моим страусинным ювцом. Я понимаю, что не у каждого оно есть. Но, ребят, постарайтесь. Сделайте из папье-маше. Или еще. Потому что это очень благодатная тема. Я вам покажу, как ее можно использовать. У меня масса идей с этой овцой. Опять же, с своими цыплятами, кроликами и так далее. То есть весь опусин будет продолжаться. И чтобы мне как бы следовать немножко, да. То я вам просто советую. Действительно, возьмите папье-маше. Самое простое. Или еще какой-то другой материал. Кто-то из дерева может, допустим, выточить. Покрасить. То есть сделайте. Вот вам задание. Сделайте большое яйцо. Оно вам пригодится. Хорошо? Ну, а на этом фирма Петерсон и я с вами прощаемся. Всего вам доброго. Наверное, до понедельника. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok